...иметь уже двое от школы. Слава нашему Господу за то, что мы можем быть в общении народа Его, за то, что мы можем приходить в Божие присутствие, и за то, что Дух Святой, Он имеет дело с нами. Я немножко вкратце чуть о себе, о служении, наверное, так построю, может быть, одно-два свидетельства и проповедь. И проповедь моя будет перекликаться с предыдущей проповедью. Я думал совершенно о другом проповедовать, так как, ну, как евангелист, как бы более практической, но сегодня утром у меня мысли совершенно переменились. И, если Бог позволит, мы будем слушать проповедь на тему «Испытай себя». Приветствую, в первую очередь, из Миннесоты. Мы уже живем там 14 лет, родом из Белоруссии. Служение мое, и, наверное, жизнь моя перекликается, все служение, вся жизнь моя перекликается с украинцами. Крещение я принимал в 1972 году на границе Белоруссии и Украины. Украинцы и Белоруссии, ну, в то время трудное было, это было подпольное. Мы принимали тогда крещение. И потом, во время служения, то же самое постоянно пересекалось. Вас, я понимаю, в церкви есть отовсюду люди, разных направлений и течений. Многие годы мы жили в Барановичи. Я думаю, вы слышали, может быть, некоторые по интернету смотрят оттуда передачи. Но 14 лет уже здесь. Моя жена тоже из самой большой семьи Белоруссии. Теша моя родила 19 детей. И моя жена тоже из такой семьи. Когда мы поженились, она начала молиться за служение для мужа. Она уже несла служение по воскресной школе. Первая воскресная школа, кстати, в Белоруссии у нас организовывалась в нашем доме. Учителя готовились. Жена несла служение в воскресной школе в Барановичах. Много лет была директором. Потом много лет была ответственна по Брестской области за служение по воскресным школам. Ну, и она заботилась о своем муже. Но не знала, во что, с чем ей придется встретиться. Мы иногда молимся и думаем, или планируем так, или иначе. И надо Бог нас подводит так, как мы даже и не думаем. Я думаю, что если она знала бы, что потом придется проходить, то, может быть, она не так молилась бы. Но иногда Бог так делает. Больше 20 лет назад в одном из... Бог такими обстоятельствами подвел. И Бог направил меня к цыганскому народу. Я белорус, не цыган. Я потом говорил Богу, Господи, а какое мне дело до этого народа? Я не цыган. Я ничего не понимаю. Господи, почему так делаешь? Но слово пророческое было конкретно, четко, ясно. Я посылаю тебя к этому народу. Странно было так. Через две недели, через одну сестру с Украины опять было подтверждение слово в слово. Ну, и годы проходили. Это я не буду рассказывать, через что проходилось. Много проблем, трудностей, всяких ситуаций, которых я никогда не мог даже представить. Но у Бога есть свои пути. Когда мы ищем воли Божьей, когда мы хотим иметь Божье направление, присутствие, быть в уделе Божьем, то Бог иногда нас подводит туда, или направляет туда, куда мы никогда не думали. Но если мы послушны, то это будет потом и нам благословение, хотя трудностей, слезы может быть, но это будет, в конце концов, благословением для нас и благословением для Царствия Божьего. Потому что Бог никогда не ошибается. Это мы иногда выбираем свои пути, а потом так часто горко разочаровываемся, но Бог никогда не ошибается. В Белоруссии, в принципе, не было никого из цыган, и я их никогда не знал, и знакомых даже не было. Меня среди них даже в нашем городе. Но когда началось это служение, знакомился, Бог подвозил по-разному в разных городах к этим людям. Сегодня в Белоруссии в настоящее время уже около 300 членов церквей. Из них многие братья несут уже дьяконское служение, пасторское. Когда вначале в церквях это не принимали, и мне многие друзья нашей молодости, когда мы вместе когда-то украинцы, белорусы общались, сегодня они многие служители, пастора, епископа, и при встрече с ними я говорил, что вот как-то надо работать с этим народом, а мне говорят, ну Анатолий, ну как? Ну с этого народа как они могут быть верующими? Это как бы на грани фантастики было. Ну я понимаю, что если Бог говорит, то Бог делает и знает, как это все сделать. Сегодня уже многие служители просто просили прощения в этого народа, потому что в их церквях появились эти люди. Во многих церквях сегодня в Беларуси есть цыгане. Примерно около 15 человек из цыган, часть из них рукоположенных, часть еще проходит испытание на дьяконское служение. В Беларуси три служителя в белорусских церквях из цыган. То, что раньше это невозможно было представить, что неверующие могут быть. На Украине один из служителей украинской церкви, тоже цыган, это в Сумской области, в городе Шостка. То, что Бог когда-то говорил больше 20 лет назад, в каком направлении будут двигаться служение, сегодня Бог повел в направлении России. Идет работа среди цыган, это в разных местах. В Псковской области, в Сумской, это на Украине Черниговской, в России, это Псковская, Смоленская, Бранская, Тульская, ну и в других областях. Просто, братья, многие встречаются с этим народом. Иногда люди заходят в церковь, потом просят помощи. Братья, помогите, потому что не знаем, что делать. И вот в таком направлении. Слава Богу, пошло движение хорошее в Прибалтике, в Литве совместно с вильнюсскими церквями. Там одна семья наша постоянно, уже несколько лет постоянно туда ездит, две недели там находятся, и две недели они в Белоруссии. Бог свою работу делает. Поэтому я, как сегодня живущий здесь, в Америке, 14 лет, каждый год я уезжаю примерно на месяц туда. Ну, что могу, помогаю. 67 лет работаю на стройке. Вы сами, кто строители, понимаете, какая это легкая работа. Но сколько будет сил, буду работать, что-то стараться, помогать, потому что в этом есть благословение, ну, и для меня, и для служения. А когда перед поездкой я собираюсь, ну, я иногда с протянутой рукой. Братья, сестры, чем можете, помогите. Не все сам можешь делать. Это самая тяжелая работа – просить. Прошу самому дать. Но не все сам можешь делать. Поэтому слава Богу за то, что Бог свою работу делает и нас направляет порой, куда мы не думаем. Молодежь, если вы любите Господа, ищите ответа на свои вопросы, задаетесь, Господи, куда ты меня пошлешь, приготовьтесь, что Бог может вас направить туда, куда вы даже не думали. Но если вы будете в деле Божьем, то вы увидите, насколько Бог чудный, насколько Бог благословляет. И сегодня, оглядываясь назад, вспоминая многие судьбы этих людей, самому не верится. Думаешь, Господи, неужели это правда? Зная многих людей, какие они были, и сегодня смотришь на них, и самому не верится. Если бы ты сам не проходил вот эту жизнь, первоначальное становление, то невозможно это представить. Бог чудесный, Бог. Слава Ему. Мы иногда думаем, что это было тогда, в прежние времена, что Бог такие чудеса совершает, или что-то. Но Бог, вот таким народом, Он как-то особенно подходит. Мусульмане, в основном, каются, когда им на промоге является, действительно, сила Божия, Христос является, в основном, только когда на промоге. Подобное и цыгане, когда Господь им настолько приходит, настолько отвечает, это можно многие книги писать, о многих судьбах, это можно писать книги, но я не из тех, кто может так краснорочиво расписать. Я просто вам покажу. В конце собрания я положу там диски, если кто желает взять, пожалуйста, они не продаются, возьмите, слушайте, если посчитаете, нужно пожертвовать на служение, я буду рад, если возможности такой нет, нет проблем, возьмете столько, там будут разные диски, разные там певцы будут выступать, я думаю, что вам понравится, вот, и думаю, что в этом будет благословение для вас Господне. Я покажу только, может быть, кто-то увидит, или потом, может быть, посмотрит, я только расскажу о некоторых судьбах, только о некоторых. Вот здесь, в этом диске, две сестры родные поют, одна из них Оксана. Много лет человек, сразу был нормальный человек, потом многие годы она была одержимая. Настолько, что она боялась людей, и за ней постоянно смотрели, кто-то оставался с сестер, или родители дома, потому что она была очень буйная. Они возили, родители возили по разным церквям, Украина, Белоруссия, для того, чтобы, ну, как-то облегчить, но ничего не помогало. Но однажды, им верующие рассказали, что Бог может освободить. И они повезли, это было в городе, в Могилеве, они повезли недалеко, там, одну из церквей, где-то около ста километров, четыре мужчины, мужчины взяли ее, посадили в машину, она чуть не разнесла эту машину, держались с большим трудом, но когда привезли в церковь, в течение получаса, просто Господь ее полностью освободил. Уже многие годы она полностью свободный человек, работает, она пишет хорошие стихи, поет песни, и она даже в союз христианских, как бы, таких, стихотворцев в Белоруссии уходит, хорошие стихи пишет, вот так Бог может делать, люди не могут освободить, а Бог конкретно, четко, ясно, определено, это не то, что там где-то у нас, внутри что-то заболело, говорят, Бог исцелил, ну, может кто-то сомневаться, или как-то, покаялись родители ее, уже отец ее, правда, вечности, вот, ее сестры покаялись, Бог свою работу совершил, в этом городе, целая группа верующих из цыган, чудесный Бог, слава ему за это. Вторая судьба, вот этот брат, многие годы, он когда-то совершил преступление, в Могилевской области, и он пратался, он, будучи неверующим, они группой совершили преступление, его подземников споймали, дали по 8 лет, они все сидели, а он в это время пратался, был в бегах. Но, в это время, его покаялась бабушка, очень искренная, верующая, она была сильнейшая гадалка, но когда она покаялась, полностью все оставила, до того было, иногда доказало, что она просто не было куска хлеба, ее, но она сказала, никогда, больше в моей жизни не будет никакого гадания, и она сохранила эту верность, и молилась за своих внуков, сразу один покаялся, внук ее, я посадил, он поехал в теологический институт, два года отучился, сегодня он зякон церкви, очень хороший проповедник, а этот второй внук ее, однажды, сразу он, когда верующие приходили в дом, он смеялся над верующими, хотел побить, однажды признался, но, слово Божие однажды коснулось его, Дух Святой обличил, он покаялся, и искренно покаялся, а дальше судьба, что дальше делать, в бегах, в это время он познакомился с девушкой, верующей, христианкой, она училась в институте педагогическом, кстати, он очень малограмотный, она с высшим образованием, его теперешняя жена, и что дальше делать, Господи, что делать, он подошел к своему пастору, он ему сказал, как стоит поступать, подошел к другому пастору, он также, пришел ко мне, спрашивает, брат Анатолий, что делать, я говорю, знаешь, я знаю, что бы я сделал, но этот, как твоя совесть тебе подскажет, послушайся, что в тебе внутри, Господь тебе скажет, он забирается, уезжает туда, и приехал сдаваться, когда он пришел, ему не верили, что неужели, он говорит, вы столько лет меня искали, нашли, я говорю, нет, не нашли, мы надеялись, что он будет сидеть маленький срок, я ему говорю, знаешь, если ты действительно будешь идти искренне за Господом, Бог знает, как тебя провести, твой жизненный путь, это ты будешь иметь благословение, когда он сдался, ему дали тоже 8 лет, мы не ожидали этого, но на зоне, он показал себя настолько примерным, что буквально через 2 года, одна амнистия, потом вторая амнистия, сняли меньше срок, и он отсидел только 4 года, и его освободили, его девушка дождалась, они поженились, как христиане, впоследствии он переехал в другое место, в группе прославления пел, проповедовал, а сегодня он несет служение пастора, кто мог сделать? И еще одно свидетельство, потому что я таких свидетельств, что не человек, то судьба, тот брат, который несет служение сегодня в городе Шостка, он однажды покаялся, тоже больше 20 лет назад покаялся в Белоруссии, приехал к своим родственникам, там его много родственников, в том городе, на Украине, и приехал в Белоруссию, он покаялся, и очень искренне покаялся, а покаялся в таких случаях, в таких обстоятельствах, его сестра раньше покаялась, тоже, это в Гомельской области было, в городе Житкович, может кто слышал, и когда она покаялась, она начала, эта сестра говорит своему брату, он еще был не верш, ее знала вся хорошо, Белоруссия, потому что он такой, ну, свад был, везде приглашали на свадьбе, он, ну, мог красиво провести это все, и, в его семье случилась трагедия, когда он был на Украине, его сын, когда это трудное время было, искал металл, залез в трансформаторную будку, удар тока, его кисти рук, отгорели, здесь полчерепа отгорело, и его в Киев срочно отправили, по-моему, на вертолет отправили, и пытались врачи что-то сделать, этот мужчина собрал все золото, которое у него было, приносит профессору, когда уже сделали операции, и он приносит к нему все золото, и говорит, спасите моего сына, я вам все отдаю, а он, профессор развел руки, и говорит, я не бог, если доживет до утра, то это будет хорошо, он жить не будет, этот мужчина вышел в коридор, падает на колени, кричит, господи, спаси, и что интересно, и люди проходили, думали, ну, человеком плохо что-то с головой, но проходит день, этот сын живой, второй день живой, он и сегодня живой, Бог чудный, когда люди это увидели, наши ли там люди каяться, и этого брата уже там не отпустили, сразу избрали на дьяконское служение, а потом и украинцы, и цыгане избрали ее на пасторское служение, чудесный Бог, поэтому слава нашему Господу за то, что он такой чудный Господь, можно много чего говорить, сегодня моя проповедь, как я уже сказал, она будет перекликаться с предыдущей проповедью, но немножко, чуть-чуть в другом ракурсе, я сегодня понимаю, почему я должен был это сегодня проповедовать, мы прочитаем два места совершенно Писания, или я прочитаю, это 1 Коринфянам, 11 глава, все места вам очень известные, это место, которое могут читать не только служители, это место, которое нужно читать и слушать для всех нас, да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего, и пьет из чаши сей, и второе место священного Писания, это будет 2 Коринфянам, 13 глава, 5 стих, испытывайте самих себя, веря ли вы, самих себя исследуете, или не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас, разве только вы не то, чем должно быть, должны быть. Каждый из нас проходит в жизни испытания, они бывают разные, такие кратковременные, маленькие, бывает чуть побольше, а бывают очень длительные испытания, и вопрос в том, как мы пройдем все это, и почему случаются эти испытания, для чего не случаются эти все испытания в жизни нашей. Наша семья проходит в это время очень такое длительное испытание, очень тяжелое испытание, но мы, как крестьяне, мы должны его проходить, и мы понимаем, что нужно пройти и пройти достойно. Здесь то, что я читал, вот эти места священного Писания, оно показывает нам, или говорит нам о том, чтобы мы испытывали себя. Воскресенье следующее, наверное, и ваша церковь, она будет принимать причастие, либо проломление, и нам есть время для того, чтобы подумать вновь и вновь, что происходит в жизни нашей, как мы проходим свою жизнь. И если мы, христиане, независимо от того, я год верующий, я пять лет в вере, молодой ли я, или я уже даже пожилой, убеленный сединою, с большим духовным стажем, тридцать, сорок, пятьдесят лет, но все равно я должен сам себя испытывать и исследовать. Это не значит, что мы старше можем показать молодежь, вот вас вы столько натворили ошибок, или вы так неправильно делаете. Мы, в первую очередь, должны, каждый из нас, сам себя исследовать, испытывать себя, прежде чем мы должны иметь участие в вечере Господней. испытывает в жизни нашей, есть разного рода направления, или разные испытания, испытывает Бог. И Давид говорит, что, Господи, Ты испытал меня, и знаешь, и это нормально, что Бог в жизни нашей испытывает. Это подобно, дети идут в школу, они проходят какой-то период, и потом тесты проходят. Правильно ли они освоили материал? Для чего? Для того, чтобы действительно проверить, ну, напрасно я ходил в школу, или все-таки это была польза для меня. Второе, испытывает дьявол, но здесь больше как бы не испытание, или как бы испытание, как искушение. И хотели бы мы того, или не хотели, то в жизни нашей бывают такие моменты, и Священное Писание говорит об этом. Вспомните Иова, в какие жизненные ситуации он попадал, или в какую жизненную ситуацию. Я думаю, что в такую ситуацию, в которую никто бы из нас не хотел бы попасть, никто из нас, хотя бы даже чуть-чуть, но это как пример для каждого из нас, пример для жизни нашей. И Христос даже стоял на крыле храма, и что ему дьявол говорил? Он его искушал, испытывал. А цель какая-то была у дьявола, это тоже было своего рода испытание или искушение. И как часто мы больше всего, через что мы проходим, нас испытывают люди. Мы испытываем других. И, к сожалению, ну, наши бывают такие испытания, что мы слишком придирчивые, мы не видим себя. Нам кажется, что мы такие хорошие, в нашей жизни все так прекрасно, мы так правильно поступаем, мы так правильно живем. Ну вот, за соседский, или там за забором, там даже и трава зеленее. Кажется нам что-то лучше, нам хотелось бы лучше. Или мы видим, вот кто-то там не так поступил, чуть не так сказал, что-то то, не то, то, не то, то, не то. Других мы видим, но в себя так часто мы этого не замечаем. И мы вот такие испытыватели или исследователи часто бываем не себя, но исследуем других. И в других мы видим себя. И на это есть причины. Мы христиане. И самое это нормальное положение, когда мы должны, будучи христианами, испытывать сами себя. И я думаю, что это самый лучший путь, когда мы сами себя испытываем, сами мы себя исследуем. Плач Еремии. Третья глава, сороковой стих. Испытаем и исследуем пути свои и обратимся к Господу. Не напрасно это сказано. Каждый из нас, он должен сам себя проверять. Каждый из нас, он знает себя лучше, чем кто-либо. Все-таки, если мы беспристрастны, если мы любим Господа, если мы желаем действительно жить во славу Господа, то мы проверим сами себя. И чем больше мы приходим в присутствие Божие, то мы не других видим, а мы видим себя. Какой я хороший, в кавычках. Когда мы приходим к Господу, то нам некогда смотреть на других. Тогда мы больше начинаем видеть себя. Господи. А в этом я не прав. Господи, и в этом не прав. И независимо от того, что мне тридцать лет уже в вере. Сорок лет я в вере. Но чем ближе я прихожу к Господу, то в свете Божьем, оно больше и больше видно меня, мои темные пятна. Чем больше я прихожу к свету, то тем больше ты видишь себя. Никого-то, но себя ты видишь. А когда ты себя видишь, что себя, вот и эта проблема, и та проблема, и та проблема, то ты будешь меньше видеть других. Потому что не будет время с другими разбираться. Ты себя прежде всего увидишь. Прежде всего, свою внутренность. Сам себя осудишь. Сам себя испытаешь. И будешь говорить, Господи, помоги мне, действительно, приготовь меня к вечности. Приготовь меня к небу. Чтобы мне быть перед тобою оправданным. Чтобы мне иметь милость перед тобою. И высшая мудрость состоит в том, чтобы познавать Бога. А второе, чтобы познавать себя. Познавать свои пути. Познавать, кто я есть на самом деле. Господи, что ты хочешь от меня? И в этом состоит высшая мудрость. Слово Божье советует нам, чтобы мы испытывали себя. И особенно перед преломлением, перед причастием. Для нас нормально, если мы, например, это любой взрослый человек понимает, когда мы покупаем дом, то мы этот дом проверим, все, от и до. И в бейс мы залезем, и еще там где-то под лестницу посмотрим, есть что там где-то, что-то, как-то. Все высмотрим. Нам хочется купить нормальный дом. Если мы приходим в магазин, кажется, здесь в Америке там одна только валюта, доллар. А все равно смотришь, я не знаю, как у вас, но я смотрю, у нас на кассе придешь, а все равно смотрят на свет, особенно если крупная купюра. Проверить ее. И это нормально. Потому что я понимаю, что попадаются и фальшивки, и даже здесь, в этой стране. Поэтому люди проверяют. Но ценнее всего душа человека, ценнее всего то, что мы имеем, то, что Господь дал для нас, это душа живая, ради которой Иисус Христос пришел на эту землю. И поэтому мы, каждый из нас, мы должны быть проверить свое состояние, проверить, на правильном ли я пути. Мы ходим в церковь. Мы стараемся, ну, как бы, вроде бы поступать правильно, но в то же самое время мы должны проверять каждый день и каждый час, Господи, а на правильном ли я пути. Ведь решается наша судьба. Решается судьба неба или ад. На этой земле судьба зависит от каждого из нас. Господь со своей стороны все сделал. Он пришел, Господь, на эту землю ради нас. Он умер и воскрес ради оправдания нашего. А дальше начинается наш путь, наши стремления. И Господь создал нас со свободной волей. И мы делаем выбор, делаем определенные решения. И вопрос состоит, наше будущее, оно тоже зависит от нас. Господь со своей стороны все сделал. И на протяжении нашего пути, на сколько часто Он подходит и отвечает нам на разные наши запросы, на разные наши желания, показывает свое величие, показывает свою силу, показывает, тогда, когда мы бессильны, показывает свою силу, потому что Он любит нас. Все зависит от нас. Пусть Бог благословит каждого из нас, чтобы мы действительно делали правильное решение. И особенно наша молодежь. Мы сегодня можем открывать интернет. Сколько этих проповедей, сколько церквей, интернет церквей могут быть, сколько через все это приходят разных лжеучений, кажутся красивые слова, так правильно много говорят. Но если мы не сами не вникаем и не приносим перед Господом, Господи, покажи нам, а верно ли это? Правильно ли это? Если мы будем просто слепо идти, или, как бы сказать, поддавшись своим эмоциям, иногда кажется так внешне красиво, так мишура, все блестит, все так вроде прекрасно, иногда сотни или тысячи людей собираются, и так кажется все красиво, но, Господи, верно ли это? Я хочу лично сам знать. Господи, я сам хочу пережить, увидеть, этого ли ты хочешь, так ли, верно ли это? И сколько разочарованный сердец, сколько разочарованный судеб. Я думаю, что вы слышали, как часто, если мы надеемся на каких-то знаменитостей, они сегодня упавшие, отошли от веры, порой даже отказались совершенно от Господа, потому что мы свели свою зоя со Христа, на человека, на внешнее что-то, а в первую очередь, испытывать мы должны сами себя. Господь знает, как нас подводить, или показывает нам действительно свой путь. Мы можем себя, и я бы хотел вот здесь задать вопрос, а как мы можем себя испытывать? Есть несколько таких моментов, или пунктов, которые, ну так бы, я бы сказал, основных пунктов, как мы можем себя испытывать. В первую очередь, любой из нас, христиан, мы понимаем, что мы можем испытывать при помощи Слова Божия. Мы, проповедники, можем ошибаться, и может казаться, что мы правильно вам говорим, но правильным будет. Я сегодня проповедовал, а вы должны открыть место, священное написание. Верно ли я говорил? Мои ли это только были измышления? Может быть, это мой какой-то взгляд был. Мы все можем ошибаться, любой из нас может ошибаться, но Слово Божие никогда не ошибается. Слово Божие покажет действительно его путь. И это Слово Божие может проверять, или может быть, показать, на верном ли мы пути. Второе. Это молитва в общении с Духом Святым. И просьба, Господи, испытай меня. Когда мы приходим в присутствие Божие, Дух Святой часто нас поправляет и говорит. По-человечески мы рассуждаем и думаем, вот стоит вот так поступать. А внутри, вот этот внутренний человек, Дух Святой говорит внутреннему человеку, и ты понимаешь, нет, не так. Твое сердце подсказывает, нет, не так. Если мы поступаем то, что наш разум говорит, так часто мы попадаем в проблемы. Но когда мы приходим в присутствие Божие, молимся об этом, то Дух Святой начинает говорить в наше сердце. И мы порой поступаем против своего как бы разума. И в беспосредствии мы видим, какое это было благословение. Почему? Потому что Дух Святой научил нас. И третье. Как мы можем проверять? Это проверка мерой праведности Божьей. Не мерил он праведности людей. Не мерил он авторитетов. Не мерил он того, что какая-то знаменитость сказала. Что какой-то большой знаменитый проповедник так сказал. Не это мерило. Но это мерило праведности Божьей. Господи, а как Ты на это смотришь? Господи, а как мы начинаем, когда приходим в присутствие Божие, мы начинаем понимать характер Христа. Что бы Он сделал? Как праведность Божия говорит об этом? И мы можем проверять только лишь мерилом праведности Божьей. Посмотри на Иисуса. Христос бы так сделал? Поступил ли бы Он так? Сказал ли бы Он так? Так бы Он посоветовал или нет? И мы иногда страшимся этого. Мы что-то делаем, но отгоняем эту мысль, вот, чтобы посоветоваться. Знаем, что внутри, Господи, а Ты так бы то не одобрил бы. Меня, что я с кем-то беседовал, и так, иногда, в повышенных тонах, я сам к себе это говорю, потому что я видел, а потом сам себя начинаешь осуждать, и думаешь, Господи, а так бы ли Ты, с таким бы ли это тоном Ты сказал? Так бы ли Ты это сказал? Даже дать какое-то замечание, вопрос, а как бы Христос сказал? Когда Христос говорит, Он показывает, иногда как бы жестко говорит, тем же самым и книжникам, или кому-то Он говорил, но у Господа всегда есть выход. Когда Дух Святой обличает нас, заметьте, в чем есть разница, когда Дух Святой обличает, бывает жестко нас, но в то же самое время на сердце приходит умиление, Дух Святой показывает выход, показывает то, что благодать Божия, она превыше всего, что Господь ждет нас. Когда дьявол нас начинает говорить, то мы понимаем последствия, и мы должны быть беспристрастны, не думать о том, что я, ну, я это уже я, я уже что-то знаю, я уже столько лет в вере, я уже такой, ну, как бы, Боже, Ты меня уже испытал, да, действительно, я многое прошел, и я могу думать, что, ну, мне что-то позволительно, или что-то прощается, но должен быть, каждый из нас беспристрастный, какой я хороший, я сам знаю, внешне, я могу казаться таким прекрасным проповедником, таким хорошим со стороны семьянином, со стороны я могу показаться таким хорошим братом, но я, какой я лично сам, я знаю, какой я хороший, и часто, Господи, проси, ты меня грешника, я понимаю, какой я хороший, я только могу быть хорошим, оправдан, милостью и благодатью Божьей, надеясь лишь только на Него, когда я прихожу присутствие Божие, тогда действительно я вижу, какой я хороший, я оправдываюсь, и надеясь на милость Божию, я понимаю, что только Господь может провести, и довести меня до вечности, потому что Он святой, и Он хочет каждый из нас действительно сделать таким хорошим, чтобы я был хорошим для своей семьи, хорошим для окружающих, хорошим на своей работе, хорошим в школе, в колледже, где бы я ни был, Господь только может сделать меня таким хорошим, когда на Его я надеюсь, и на Его полагаюсь. Что значит испытывать себя? Испытывать, это слово разного значения, это исследовать, посмотреть внутри себя. И в одном месте, я не помню, где-то сказано, что послушаю, что скажет во мне Господь, когда я становлюсь на колени, когда я читаю Слово Божие, и я прошу, Господи, а что Ты хочешь? Господи, а что Ты мне говоришь? И часто нам не нужно пророческое слово, не нужно нам бегать, получить конкретный ответ. Когда мы действительно приходим в присутствие Божие, то Господь внутри нас начинает говорить, и так сильно говорит, что мы сами себя иногда как бы понимаем, как внутри Господь говорит для нас, очень сильно говорит, и когда Бог говорит, то мы начинаем действительно понимать, кто мы есть. сравнивать, но сравнивать мы должны себя не с кем-то, а сравнивать себя мы с Иисусом. Вот это значит, что проверять. И мы должны проверять, какие мы на самом деле. Сегодня, как брат говорил, тоже пример такой рассказывал, часто мы хорошие-хорошие, но когда нам наступили на наш любимый мозоль, как говорят, вот тут и хорошие мы появляемся, мы узнаем, какие мы хорошие. Вдруг начинают наши эмоции появляться, кто-то нам не так сказал, как нам хотелось бы. Вот тут хороший человек и проявляется. И вот это есть один из тех моментов, когда мы можем испытывать сами себя. Братья и сестры, жизнь, она не такая простая, как иногда нам кажется. И чем ближе мы, опять повторюсь, приходим к присутствию Божьему, то мы начинаем испытывать, исследовать сами себя. Когда себя испытывать? Мы можем испытывать себя всегда, во всякое время. И независимо от того, где мы находимся дома, в церкви, перед причастием, или просто еще не скоро, не скоро это будет причастие, мы можем себя испытывать. Мы можем испытывать даже вот, хотя бы сейчас, во время проповеди, когда проповедник проповедует, то Дух Святой начинает говорить в наше сердце и показывает нам, в чем в жизни нашей, или какие бывают проблемы в каждом из нас, во время проповеди, когда мы начинаем петь какие-то псалмы, или слушать, и когда кор поет, или группа поет, или же какое-то соло, Слово Божие иногда говорит, и через пение показывает, и Дух Святой говорит в наше сердце, и мы можем себя испытывать. Испытывать я еще раз повторюсь, что перед преломлением. И лучше всего испытывать самим себя, потому что, если нас будут испытывать люди, это будут большие проблемы. Если Бог испытывает, то Бог даст нам и силы, и пройти испытание. Хоть оно будет коротковременное испытание, или это испытание будет месяц, или это испытание будет несколько лет, то Бог, если посылает испытание, Он даст для нас и силы. Если дьявол нас начнет испытывать, или искушать, то Он так испытает нас, что там не останется ничего живого, Он постарается убить все, что есть доброго, святого, чистого в нас. А если нас начнут испытывать люди, то люди иногда так нас испытают, что мы даже сами себя порой не узнаем, и можем себя даже узнать. Это люди так испытывают. Поэтому пусть Господь каждому из нас даст возможности, в первую очередь, в правильное направление, сами себя испытывайте, сами себя исследуйте. И цель испытаний. Нравится нам того, или нам не нравится, хотели бы мы, или не хотели. Испытания мы будем проходить. Как наши студенты проходят испытания, так же и мы, студенты, сидящие здесь, вот на скамейках, с седыми головами, в средних, да, или молодые, мы будем проходить испытания. И для чего цель? Для того, чтобы испытанная вера оказалась драгоценнее золото к поквале, чести, в славе, в явлении Иисуса Христа. Это 1 Петра 1,7. Второе. Чтобы был испытан, получить венец жизни. Если мы испытания не пройдем, то нам придется опять возвратиться назад. И опять Господь будет посылать подобное для нас испытание. Мы должны пройти. Школьник не может пройти через один класс. Или если он не выдержал экзамена, теста не прошел, он следующий будет. Такой не получится. Придется опять учить, придется опять проходить занятия для того, чтобы им пройти испытания. Христианин, не перенесший испытания, не прошедший его, будет опять испытан в том, что иногда нам так больно и так бы нам не хотелось. Но мы идем в небо. Мы идем в вечность. Поэтому испытания были, есть и будут. испытай меня, Боже, и узнай сердце мое, испытай и узнай помышления мои изры, не на опасном ли я пути и направь меня на путь вечный. Испытания для того, чтобы мы поправили свои пути. Если мы сошли где-то в сторону пути правильного, чтобы мы опять возвратились и пошли в правильном направлении. Потому что Господь есть одно направление. Мы не можем идти где-то другим путем, ходить другими дорожками и мы пройдем в правильное направление. Если я буду сегодня ехать, возьму направление на Миннесоту, а потом сверну где-то в сторону, я могу заехать в Чикаго, но не Миннесоту. Да, бывают в жизни наши испытания. Да, я могу сбиться немножко с этой дороги. Но у нас есть GPS, который нас поправит. У нас есть христианина Дух Святой, который будет говорить к нам. У нас есть Слово Божие, которое нас будет опять поправлять для того, чтобы Анатолий заехал в Миннесоту, а не заехал неизвестно куда. Господь в жизни нашей будет совершать свою работу, чтобы каждый из нас попал попал в то направление, в которое я должен дойти. Пусть Бог благословит каждого из нас, чтобы действительно мы, проходя этот жизненный путь, проходили его достойно, испытывая какие-то проблемы в своей жизни, чтобы мы их прошли достойно, как христиане. Если мы желаем быть в уделе Божьем, Господи, что Ты хочешь от меня? Господь направит нас. Если мы желаем трудиться на ниве Божьей, Бог покажет нам путь. Если мы желаем иметь спасение, Господь направит нас. Поэтому в жизни нашей все эти пути, они опять ведут в небо. Что бы мы ни делали, как бы мы ни старались, но на пути Божьем Господь будет нас опять направлять и вести к Царству Своему. Пусть Бог благословит каждого из нас, чтобы мы научились вмешать друг в друга, научились снисходить друг к другу, научились молиться друг о друге. Если мы видим, что кто-то проходит испытание, не добить этого человека, но просто иногда без слов стать рядом с этим человеком, просто сказать, брат, я за тебя молюсь, сестра, я буду молиться за тебя, потому что каждый из нас проходит иногда бывает минуты радости, и к сожалению, мы не так временем много испытываем, все благополучие, но смотришь, и там где-то проблемы, и там какие-то вопросы возникают, и там такие вопросы, это независимо, ты веришь или не веришь, но тем более, если я христианин, то я буду проходить больше испытаний, если я христианин, идущий в небо, я буду больше, Бог больше и больше будет говорить ко мне, иногда больно, иногда трудно, но Господи, помоги мне пройти Твой путь, и остаться Тебе верными, и на всяком месте быть полезными для царствия Твоего, пусть Бог благословит каждого из нас, чтобы мы действительно не заблудились, не уклонились где-то в сторону, но держались Его царствия, и сказали, Господи, если я чего-то не вижу, испытай меня, или помоги мне сам себя исследовать, для того, чтобы я действительно не заблудился, не ушел от Твоего пути, амин. Субтитры создавал DimaTorzok